так ну что дорогие пишем сегодня сирень жестко ограничите свою палитру принципиально выбрось все лишние цвета которые вам мешают оставьте четыре максимум пять красок плюс белила этого будет вполне достаточно для того чтобы написать базу после если очень будет хотеться добавите немного разнообразия вашу палитру раскладываем палитру белила титановые кадмий лимонный охра светлая краплак фиолетовый либо красный темный если нет фиолетового синяя швыцы можете заменить ультрамарином если нет синий фицы фиолетовый кобальт темный и в принципе этими красками можно и обойтись я рекомендую начинать именно с них дополнительные два цвета небесно-голубой и индиго используйте только если они есть в вашем арсенале если нет вполне можете обойтись без них и пытаемся посмешивать все это на нашей палитре прежде чем писать фиолетовый охра синий в разбели цвет фона у кого есть индиго можете немного подмешивать к фону фону квази можно подмешивать индиго индиго в цветах она фактически не нужна для цветочков краплак фиолетовый синий в тени более синий в свету более красные ну и плюс зависит от цвета локального сирени белилками все это разбеливаем в свету доминировать здесь будет фиолетовый и синий цвету можно добавить немного небесно-голубого листья лимонный кадмий плюс индиго либо лимонный кадмий плюс синий fc а это база для листьев также можно усложнять их охрой высветлять белилами и добавлять капельку фиолетовинки для того чтобы увязать цвет листьев к цвету нашей сирени фактически это три замеса для основных элементов букета у меня есть к вам одна важная просьба не пытайтесь ни при каких обстоятельствах вырисовывать маленькие цветочки сирени отдельные сформируйте большой объем букета сформируйте отдельные грозди за счет света и тени темный средний светлый темный средний свет когда ваши грозди закрутятся и букет начнет напоминать букет без цветочков вы подсушите вашу работу в течение 3-4 дней возьмете маленькую тоненькую кисточку и нарисуете несколько цветочков и они лишь дополняют общее впечатление о том что это сирень но уже до их появления букет должен напоминать букет за счет света и тени даже цвет не так важен как свет и тень в этой работе у меня под рукой старый закрашенный холстик что обогатит в дальнейшем мою фактуру я беру тонкую плоскую кисть макаю ее в растворитель и небесно голубым без белил или фиолетовым без белил жиденько жиденько как карандашом набрасываю общую форму букета мы пишем от общего к частному размечаю форму вазы и и набрасываю основные грозди цветов в виде простых геометрических фигур осечка чтобы ваза не заваливалась и поехали размечать основные грозди цветов я представляю их как простые геометрические фигуры пускай это будет капельки грозди в форме каплей менять цвет при этом не обязательно можно конечно цветом обозначить для себя какие будут теплее какие холодней но в принципе все это можно делать одной разбавленной краской без добавления бирил смотрим чтобы букет был лишь относительно симметричным но чтобы грозди не повторяли идеально друг друга линия стола только имеем ввиду где она находится но не рисуем ее жестко несколько грозди на полу большая широкая кисть и забрасываем холстик белилами я использую синтетическую кисть но у кого формат побольше можете использовать щетинные кисти чем больше формат тем грубее может быть кисть чем меньше формат тем мягче на начинаем потихонечку вводить цвет фиолетовый охра капелька синего у кого есть индиго можете подмешивать индиго две-три краски плюс белила левый край особенно верхний мы грузим посильней букет в этом месте будет светлым на фоне более темного фона середине мы немного разбеливаем наш оттенок левая часть букета будет светлая на фоне темного правая часть букета будет темная на фоне светлого поэтому справа мы закладываем более светлый фон самый правый край мы тоже темним там цветы будут немного совпадать по тону с фоном левая часть фона темная серединка светлая с левой стороны градиент от светлого к темному делаем фон неравномерным как бы полосатым используем только вертикальные направления конечно можно было бы лепить мазочками в разнобой но в данном случае мы сделаем это вертикально ваза представьте себе что это шарик и у него цвет слева тень справа самое темное место будет не на краю вазы они много отступят края падающая тень с правой стороны на столе лежачей широкой кистью густо добавляем белил в свету в светлой части вазы и также подбиваем вазу фоном с теневой стороны чтобы все играло на контрасте ваза как и букет слева светлая на на темном фоне справа темная на светлом фоне это условия объемности вазы рефлекс отражение от стола немного проверяем симметричность и сухой кистью разглаживаем градации чтобы переходы были более плавными ваза не должна привлекать к себе много внимания светлая часть на ножке вазы аккуратненькая деталь старайтесь сделать ножку округлой выпуклой чтобы она прогиналась вниз иначе ваза будет плоская и снова сухой кистью теряем границы между градациями активируем тень от цветов на вазу и тут же ее теряем по краям сухой кистью рефлексы рефлексы это ослабленная тень это те места где тень принимает на себя отражение других источников света блечок отражение источника света мастихинчиком жирненько аккуратненько и теряем дальний край плечка один край у него жесткий дальний край более распущенный более мягкий также можно смягчить кистью не делайте много бликов один два блика которые не спорят друг с другом по величине блик это отражение источника света немного еще добавляем темного в фон слева сверху потому что когда уже будут лежать цветочки работать с фоном будет не так удобно и конечно же в связи с этим утяжеляем и падающую тень эти два пятна должны быть должны работать в связке по вкусу добавляем что-то в фон справа вся работа должна быть цельная поэтому коррекция одного пятна влечет за собой коррекцию других широкой кистью либо строительным флейцем немного размахиваем краску на холсте сухим флейцем сухой кистью для того чтобы задать экспрессию работе динамику начинаем писать букет от темного к светлому самые темные грозди закладываем в начале без белил следим чтобы фон везде очень близко подходил к цветам если фон где-то не достает до цветов подтяните сразу потом будет делать это не так комфортно и закладываем грозди от темного к светлому важно сейчас взять только отношения не пытайтесь рисовать мелкие цветочки сравнивайте все цветы с самым темным и самым светлым местом сразу определить определите где у вас в букете самое темное самое светлое место используйте разнообразие смесей из наших трех цветов краплак фиолетовый либо красный у кого нет фиолетового фиолетовый кобальт как основная как основная краска для нашей сирени ультрамарин в тени ультрамарин без белил в свету ультрамарин можно разбеливать и он будет давать более холодные оттенки либо вместо ультрамарина можно использовать голубую фицы в этой работе голубая фицы на самом деле она синяя очень уместный цвет может быть даже удачнее чем ультрамарин при желании можно подмешивать небесно-голубой но в очень небольших количествах только в свету грубо как мозаику задача уйти от белого холста мазочки кладем жирно почти без растворителя широкой кистью разнонаправленно нам не нужны цветы на этой стадии нам нужны плоскости темные средние светлые в каждой гроздья сирени есть три градации тона темный средний светлый более светлые места мы кладем жирнее более темные мы кладем чуть суше и 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 В белой грозди можно убрать насыщенность цвета и оперировать больше белилами. Тем не менее, белая сирень в тени не должна быть белоснежной. Она также замешана из тех же цветов, которые задействованы во всей картине. Темные грозди подчеркивают светлые. Это очень важно. Закладываем кое-где темные листики. Синий, желтый. Можно мешать индигу с желтым. В тени можно добавлять какие-то темные цвета, красные, например. В цвету мы используем минимум красок. Я пишу при электрическом цвете, поэтому цвет листьев может быть немного искажен в теплую сторону. Используйте более холодные замесы для листьев. Подпачкивайте листики чем-то из букета. Можно делать листья мастихином. Попробуйте, что у вас лучше зайдет, кисть или мастихин для листьев. Кому-то больше понравится кистью, кому-то комфортнее работа мастихином. Чиркательно. Свет и тень. Важнее, чем цвет. Сравниваем элементы друг с другом, с похожими элементами, с рядом лежащими элементами. И переходим к лепке белых гроздьев. Когда заложены темные пятна, лепим светлые грозди, как объемчики, не вырисовывая там цветочков. Пускай они закрутятся без наличия цветов. Как всегда, бьем на треть тона темный, средний, светлый. Здесь задействована синтетическая, умеренно широкая кисть. Можно взять что-то чуть поменьше, если вам неудобно работать фоновой кистью. Добиваемся объема в отдельных гроздьев, сравниваем их друг с другом и с рядом лежащими пятнами. Пока гроздьи не закрутятся, не станут объемными, мы не должны переходить к цветочкам. Особенно тщательно тянем на себя объемом те гроздьи, которые должны находиться на переднем плане. Лепим их с особой любовью. Потихонечку начинаем формировать намеки на цветы, пока лишь намеки. Здесь не хватает заднего плана, который подчеркнет переднюю, передние гроздьи. Привносим его на ходу. Уточняем листья кистью. Также следим, чтобы в листиках были свет и тень. Листиками подчеркиваем уже существующие элементы. Цветочки, грозди цветов. Уточняем их контуры. Хорошо разрабатываем центр букета. Ведь именно сюда будет больше всего направлен взгляд зрителя. Насыщаем его детальками, но при этом стараемся не разбить общую массу букета. Каждый мазок с любовью. Добавляем контрастных акцентов, чтобы вытолкнуть некоторые грозди на передний план. Немного подтягиваем и боковушечки. Они будут периодически отставать от передних цветов, но их также нужно разрабатывать. Грубо разбиваем их на темный, средний, светлый и потом перемешиваем между собой эти градации, чтобы они выглядели органично. Правые края также разрабатываем и цветом и тоном. Делаем это до тех пор, пока у нас не возникнет ощущение, что грозди объемные. Старайтесь не разбелить слишком теневые стороны. Белила не должны проникать сильно в тень. Там, где мы чрезмерно разбелились, возвращаем темные красочки без белил. Синяя ФЦ, либо ультрамарин, фиолетовый без белил, либо с небольшим добавлением белил. Всегда сравниваем все места с самым темным местом. Уточняем форму листочков. Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы возникало по ходу дела ощущение того, что есть цветочки, возьмите кисть поменьше, синтетическую кисть поменьше. И кладите мазки разнонаправленно таким образом, чтобы они слегка напоминали цветы сирени. Но при этом не пытайтесь разделять лепесточки и не рисуйте, конечно же, дырочки. Мазки сами по себе будут создавать ощущение наличия цветков в букете. Листья не станут слишком чистыми в первом подходе, потому что к ним будет подмешиваться фиолетовый цвет. И не пытайтесь выпрыгнуть из кожи вон, чтобы сделать листья чистыми. Подсушите работу в конце и через 4-5 дней троньте еще раз листочки более чистыми красками. Если они не станут... Если они не будут производить ощущение чистого цвета. Акцентируем дырочки. Листочки между цветами и делаем вылетающие за предел грозди светлые лепесточки цветов. Именно эта лепесточность по краям и будет создавать ощущение наличия цветков в букете на данной стадии. Дырочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы уравновесить композицию Бьем их на тени свет В уже существующих листиках можно уточнять форму Чтобы они больше были похожи на живые И насыщаем цветом, который имеется в букете сирени Синеватые, фиолетоватые оттенки Главное не перестарайтесь, не испачкайте чистый зеленый цвет Почему мы не используем зеленую краску из банки? Конечно же ее можно немного примешивать сюда Но скорее всего она будет слишком откровенна Поэтому я вполне обхожусь замесом синего и желтого Индига и желтого И немного добавляю красочки с палитры Левый край фона мне показался слишком темный Я хочу его облегчить Вертикальными мазочками, широкой кистью Немного растушевать Чтобы весь букет создавал более легкое впечатление Листья наверху очень требуют внимания Руки не доходили до периферии холста До заднего плана И вот сейчас самое время их поуточнять Но не навязчиво Так чтобы они не забирали внимание Лишь только на себя Где-то подбиваем их фоном Где-то уточняем Они не должны выбиваться И спорить С остальными элементами картины Хочется еще объемнее сделать переднюю гроздь Несмотря на то, что она белая Я продолжаю лепить ее дополнительными полутонами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Намек на цветочки, но не цветочки Субтитры создавал DimaTorzok Падающие тени на столе На которые мы положим упавшие цветы Если в букете нет упавших цветов Он, наверное, пластмассовый Наличие же листиков на столе И отдельных цветочков Лишь придаст ощущение живости К тому же организует пространство внизу Грозди на столе лепятся так же Как и грозди на букете Главное объем Ощущение наличия цветочков Второстепенно Темный, средний, светлый Одна гроздь будет сиреневая Вторая белая В тени, конечно же, белый не белый Его нужно будет чем-то тонировать Выбивающийся листик аккуратный Еще один С правой стороны уравновешиваем Чтобы не было перекоса Правую сторону можно грузить Меньше, чем левую Тем не менее Падающая тень под листиками От темного к светлому Лепим мы большую часть объемов И намек на цветочки На фоне листиков Здесь как раз можно Повозиться и с лепесточками Это отдельные детальки Глядя на них Глаз будет верить Что и во всем остальном букете Есть отдельные цветы Продолжение следует... На этой стадии я намекаю, что на краях есть цветочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только за счет отдельных мазочков мы на последней стадии создаем ощущение того, что там есть цветы. Только на краях гроздьев и кое-где в центре. Ни в коем случае не пытаемся нарисовать везде лепесточки или дырочки. Как видите, отдельных цветов внутри букета так и не появилось, разве что по краям и на столе. Тем не менее, букет становится похожим на букет именно сирени. Только в некоторых местах, только намеками. Что-то отправляем на дальний план, что-то вытягиваем вперед за счет деталировки. Больше смотрим, чем пишем. Обязательно отходите на этой стадии назад. Посмотреть со стороны, что получается. Каждые 20 минут, либо каждую стадию, вы отходите на 2-3 шага от своей картины. Отражение вазы в столе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Степень сложности. Где-то на этом месте можно было бы остановиться и ничего не делать. И сказать, что этюд готов. Но я пытаюсь создать степень сложности. Продолжение следует... Продолжаю обобщать задний план. Продолжаю привносить детали. Но так, чтобы не разбить букет. Отдельные дырочки. Отдельные подбивочки по краям. все это создает ощущение наличие наличие миллиона деталей кисть поменьше это синтетика второй номер острая кисть которой я делаю легкие намеки на лепесточки по краям ну и где-нибудь в центре выбивающиеся лепесточки из гроздьев подпись и картина готова через недельку или раньше можно взять очень тонкую кисть и немного проработать мелкие цветы почистить цвет листиков хотя не факт что стоит это делать